Только собачек, но и кошечек, и других животных. Я расскажу, как я это делаю, как я монтирую потом это, как это все вообще происходит, как придумаются голоса, сложно ли это и так далее. А если ты впервые на нашем канале, подписывайся, у меня очень много животных, у нас это всегда интересно. И поехали! Те, кто смотрит наш канал с самого начала, я надеюсь, такие остались, помнят, что изначально канал был от моих говорящих Чухуахуа Софи и ее брата Эйвана. Только потом уже мы забрали к себе Мишу, и только потом появилась Юми. И когда мы уже вернулись в Россию, я стала снимать ролики с другими домашними животными из нашей большой волшебной семьи. И, наверное, я многих разочарую, потому что я не использую никаких специальных приложений для озвучки. Многие думают, что есть какое-то волшебное приложение, которое помогает мне озвучивать своих животных. Но нет, такого приложения нет, и я все это делаю своим собственным голосом. Единственное, что потом в программе монтажа, где я уже монтирую видео, я просто слегка могу эту аудиозапись ускорить немножко на 110, 115, 120% в зависимости от животного, которое я озвучиваю. И, наверное, самый главный секрет заключается не в том, что я озвучиваю своих животных, а в том, что я пытаюсь подстроиться под события, происходящие в кадре. То есть любое движение собачки, любой, как бы, поворот головы или еще что-то, я пытаюсь соответствующе озвучить. Мы поступили без ответа. Да ладно тебе, ну, покемон. Поэтому все это выглядит очень реалистично. И некоторые, даже мои знакомые, говорят, что они порой, когда смотрят их канал Magic Pets, они забывают, что животные не разговаривают. Да. То есть, по сути, создание всего этого волшебного мира говорящих животных состоит из трех вещей. Первое – это озвучка. Второе – это подходящесть голоса именно этому питомцу. И третье – это правильный монтаж по динамике, по развитию и по сюжету. Я никогда не придумываю голос из ниоткуда. Я всегда пытаюсь смотреть на животное, на его характер и подбирать этот голос именно под его характер. Настолько, что даже самые близкие люди, которые знают всех этих животных, верят в то, что они говорят именно такими голосами. А не какими-то другими. И некоторые даже говорят, что когда уже видят эту собаку, этого кота или еще кого-нибудь, слышат в голове именно такой голос и никакой другой. Настолько он ему подходит. Настолько я стараюсь подобрать этот голос под характер животного, под его поведение. Не зря у Эйвена именно этот голос. Не зря у Миши именно этот голос. А у Юми такой голос, каким вы его знаете. И звучит голос Эйвена в реале без вот этого вот чуть-чуть ускорения примерно вот так. Ээээ, мам, мне кажется, ты должна была все-таки сказать, что мы на самом деле говорящие, а не эээ... Да, Эйвен, прости. Ну ладно, ничего. То есть я воспроизвожу его голос своим голосом, а потом просто беру и чуть-чуть ускоряю. И получается уже голос Эйвена. Привет, ребята, я Эйвен. И я очень люблю свою жену Мишу и всю свою семью. И мы сегодня остались вдвоем, потому что моя жена Миша и моя сестра Софи куда-то уехали. Софиша на Magic Pets тоже уже исполнила свою первую песню. А вообще разговаривает она примерно вот таким вот голосом. Что? Что происходит вообще? Что? Зачем ты сказала, что мы не разговариваем на самом деле? Ну, я... Почему? Я сказала, что я вас озвучиваю. Да, но как бы это неправда, и мы на самом деле разговариваем. Ну, в общем, как-то так. А потом это берется и ускоряется на 125% и получается Софишин стандартный голос. Что происходит вообще? Что? Зачем ты сказала, что мы не разговариваем на самом деле? Я сказала, что я вас озвучиваю. Она сейчас говорит не до конца правду, она говорит, что она нас озвучивает, но на самом деле мы разговариваем, она просто монтирует. Ну пусть побудут вместе, они же молодежь, ну повстречаются немножко. Голос Мишани я подобрала не сразу, и изначально, когда она появилась только на канале, он был немножко другой. Но сейчас он уже такой устаканился, установился, и это такой просто милый высокий голосок, потому что Миша очень милая и добрая. И выглядит он без обработки вот так. Миша, лайк! Привет, ребята! Я вас всех очень люблю! Я очень люблю свою дочку Юми, Софишу и Эйвона. Вот, а потом он просто тоже ускоряется, и получается Мишин высокий голосок. Мне кажется, или я сейчас слышу свой голос? Что-то я не очень понимаю, откуда он, как мы с Эйвоном. Хотя мы, конечно, одной породы. Миша, лайк! Самый, наверное, любимый всеми и самый смешной голос, это голос Юмичу. Он тоже появился не сразу, но с самого начала он был шепелявый, и многие сейчас спрашивают, как же будет, когда Юми повзрослеет и перестанет шепелявить? Я пока что не знаю, если честно, ребят, но голос у Юми вот такой. Я очень стесняюсь, на самом деле, ребят, это делать сейчас на камеру, не знаю почему. Привет! Я покемон Юмичу! Да! Вот так Юмин голос звучит без обработки, и когда я уже монтирую, я его ускоряю примерно на 125%, и получается уже знакомый всем голос. Покемона Юмичу! Так что, подписывайся на наш канал MagicBet, потому что у нас уже там 300 тысяч подписчиков! А что ты за мной не побежал-то? Да, не знаю. Ой, не шикоти меня! А чего? Ой, ну не надо шикотать! Может, ты меня распустишь уже с рук? Хорошо, ладно. Точно так же я озвучиваю всех наших других животных. Например, голос нашего очень любимого всеми котика-антибиотика, он звучит без обработки вот так. Я вообще не понимаю, зачем вам это надо? Зачем вам знать, как ты озвучиваешь своих животных? Ну, а потом он чуть-чуть ускоряется, и получается голос антибиотика. Какие же они глупенькие! Ну, а голос котика маленького, он похож немножко на муми-тролля, и он тоже такой тянучий, кошачий, и звучит вам примерно вот так вот. Ну, а потом это всё немножко ускоряется, буквально на 10% и получается... Они могут просто любить друг друга. Не обязательно иметь детей. В голосе ведьмы все узнают меня, потому что я действительно его не сильно меняю, он примерно вот такой. Ребята, что вы тут делаете? И плюс 10% ускорения. Что вы тут обсуждаете, ребята? Ничего мы не обсуждаем просто так! Мне кажется, или я слышала что-то про сбежать? То же самое с Эвой, мамой Илая. Мой сын очень хороший, и я желаю ему добра. И он просто ускоряется и на 15% и получается голос Эвы. Нельзя так разговаривать с матерью? Да, конечно. Ты должен меня уважать, ты понял? Да, мам, хорошо, прости, я тебя уважаю. Уважай свою мать, ты понял? Ну, вот голос, например, любезного звучит без обработки примерно вот так вот. Привет, ребята. Интересно, если бы я говорила голосами своих собак в своих видео... Встань от меня, маленький дурачок. Не слушай его! Животных очень много, и они все абсолютно разные, и каждому нужно подобрать свой голос. Например, достаточно тяжело мне было с попугаем Сарой. Отстань, мелкий, я уже поела. Хотите, сыграю вам невежды. Давай, Сара, давай! Точно так же мне тяжело с попугаем Кешей, хомячками Рики и Лаки, потому что, когда животных очень много, я не могу просто, мне кажется, изобрести такое количество голосов. Но я очень сильно стараюсь. И вот, например, одним из самых тяжелых для меня голосов это был голос Илая. Придумал, я тебя говняшкой назову. Что? Сам ты говняшка. Говняшка? А, говняшка? Ну, вот так вот звучит без обработки голос Илая. Покемон! Эй, Покемон! Подпишись на канал! Соответственно, я просто сажусь за компьютер, включаю отснятый материал, и когда я его смотрю, я просто включаю диктофон на телефоне и записываю туда эти диалоги. Эй, Покемошка! Покемошка, кто меня догонит? Ты что, меня оскорбляешь? Ах, ты как Олькин! Не говори мне еще как Олькин, как говняшкин! Вот так вот это примерно выглядит. Ну и, конечно же, песни, которые исполняют мои питомцы на своем канале Magic Pets. Эйвен, который на этом канале еще в 2014 году начал петь, читать рэп. Это были одни из самых первых роликов на нашем канале. Зато ты настоящая, ты никогда не врешь. Ты будешь самой верной, не предашь и не уйдешь. Юми, которая последовала примеру своего папы, тоже читает свой шепелявый рэп, который очень понравился многим, и у него есть достаточно глубокий смысл, особенно для юных зрителей. Может быть, сейчас у тебя нет друзей, все, кто тебя окружает, модные и соцсетей. А также первая песня с афишей. У всех парней любовь и свидание, лето, солнце замирает дыхание, сердце бьется подарки цветочки. И Илай, который сейчас поет песни для своей возлюбленной Юми Чу. Петь голосом Илая, наверное, дается мне пока что тяжелее всего, да. Даже если мир против нас, даже если ты против меня. Я пройду через любую боль, чтобы быть только с тобой, чтобы открыть тебе свои мысли. Без тебя, мой минка, без смысла. Я думаю, многие из вас видели уже эти ролики с песнями, слушали эти песни. Если вы хотите, видео отдельно про то, как я создаю песни для своих питомцев. Как мы это все делаем, как я сочиняю эти стихи, как это поется все. Больше ничего, тебя никто не обидит, и слов плохих не услышишь ты. Ты мой маленький герой. Ставьте лайк этому ролику, и я обязательно сниму продолжение про озвучку, но только уже про музыку и про песни. Ну или у вас есть еще какие-то вопросы, идеи, пишите в комментариях. Спасибо большое вам за 300 тысяч. Подписывайтесь на наш канал и на другие мои каналы. И скоро увидимся. Пока!